Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о одежде, о моих новинках в гардеробе, о том, что я сейчас ношу. Хочу напомнить, что в Австралии почти уже лето, уже тепло, комфортно, приятно. Иногда дождливо, иногда ветрено, но все-таки, да, почти лето. Вот, я соорудила такой дисплей здесь, с чем-то новым, с чем-то, может быть, старым. Но просто покажу, вот, что я реально ношу, что составляет, как бы, мой базовый гардероб. Может быть, кому-то это покажется чересчур для базового гардероба, но, знаете, я... Ну, я люблю яркие цвета, я люблю одеться, даже если нету повода. Ну, вот как-то так нарядно, понимаете? Потому что наша жизнь состоит из стольких обычных дней, они повторяются одним за другим, один за другим, и как-то скрасить свое, не знаю, времяпрепровождение. Но мне лично помогают парфюмы, одежда, ну, и хорошее настроение иногда. Конечно, не всегда оно бывает, но... Короче, я сейчас оделась для этого видео в кимоно. Это настоящее японское кимоно, я его очень люблю. Оно, видите, чуть выше колена, вот у него такие рукава. Очень красивое. Здесь оно на завязке, такой розовый. И под кимоно я всегда ношу вот такие вот слипы. Нет, это слип, здесь называется комбинации. Это такая хлопковая комбинашка красного цвета. Ну, она не такая комбинашка, в которой вы спите, нет. Она такая просто, ну, как базовое, знаете, такое маленькое платье, сверху которого вы можете надевать все, что угодно. Вот у меня таких комбинашек очень много. Красные, черные. Черных у меня, мне кажется, вообще штук 6 или 7. То есть они постоянно вот у меня вращаются по кругу. Бирюзовые комбинашки, шелковые, хлопковые. Я для себя нашла, что это очень удобно. И в Сиденее, в Австралии особенно, здесь не бывает как такового прям уж очень-очень холодного время года. Вот прям, чтобы вам было очень холодно. И вот эти вот комбинации, ну, вы их можете носить, ну, грубо говоря, круглый год. Там с колготами, с каким-то, не знаю, жакетом теплым. И летом без колгот и с легким жакетом. И давайте я вам покажу свои новинки. Что-то, наверное, я померю, потому что будет, ну, как-то сложно представить, что это. Здесь я повесила свою корзину, потому что я, да, я сейчас с ней хожу. Она летняя, конечно, но я ходила с ней зимой тоже, и с пальто с теплым. Ну, мне нравится сочетать такие несочетаемые вещи. Она очень милая, она очень хорошенькая. Французская корзина называется, здесь написано Бонжу. Ну, как бы эти корзины все знают, все видели. Дальше, вот такой топ. Он белый. Это, что это? Это, наверное, у нас хлопок, лилен, но такой уже очень-очень такой, как это, вымытый, сильно-сильно. И такой вот он мягкий, такой пожамканный. Она такая вот вся расклешенная, ну, с такими вот расклешенными рукавами. Ну, давайте я вам ее померю. Ну, вот, я ее одела. Это, знаете, это очень натуральная ткань, то есть она вообще там никакой синтетики, ничего. Вот такая вот, такая вот. Ну, такая вся расклешенная, прикольная. Мне она понравилась, мне она понравилась с цветом, мне она понравилась вот этими рукавчиками. Ну, можно вот так их закатать. И мне понравилось, что тут такое горло наглухо так закрытое. Думаю, если уж ее носить, то, наверное, все-таки с хвостом. Как-то так. Ну, такая кофта. Дальше. Дальше я вам покажу юбку. Это вот такая тюлевая юбочка на кожаном таком ремешке. Она, ну, просто юбка такой принцессы. Не знаю. У меня была когда-то тюлевая юбка, черная, правда. Я вот почему-то так захотела белую. Видите, я ее еще не одевала ни разу, она еще с этикеткой. Но вот она такая белая, такая красивая, такая вот вся пушистая. Я подумала, что ну надо. На лето, ну почему нет? Дальше. Дальше я пойду уже по красному цвету. Я очень люблю сейчас красный цвет. Ну, как и всегда. Я всегда любила красный цвет. И вот у меня появился такой бомбер. Это льняной бомбер, летний. Он такой немножечко, размер больше, чем нужно у него. И давайте я его померяю. Вот. Вот такой бомбер. Он, как вы видите, с таким широким рукавом. Но можно его делать вот так вот. Вот три четверти рукав. Ну, какой-то такой. Красный. Я очень люблю красный цвет. Вот я его носила. Кто видел, наверное, у меня на инстаграм. Ну, вот с этой красной комбинацией, все вместе, все в красном. Но это просто кайф. Это кайф. Дальше. Дальше кимоно. Вы, наверное, тоже уже видели это кимоно. Это уже не японское кимоно. Это современное кимоно. Бренд из Англии. Вот оно такое. С такими очень красивыми журавликами. В японском стиле. Это хлопок. Тоже, по-моему, он такой, как это называется-то. Ну, вот его стирали, стирали, стирали. Он такой застиранный. Слегка даже вот на швах он так поблек рисунок. Но мне очень нравится. Я его ношу, ну, опять-таки, с комбинациями. Это длинное кимоно. Вот такое. Очень классное. И дальше я хочу вам показать вещь. Это очень дорогая для меня вещь. Она дорогая во всех, кстати, отношениях. Это подарок от моего дорогого человека очень. От моей подруги. Это вещь от российского дизайнера. Это от Татьяны Парфеновой. Это такое вот пальто. Это какое-то, вы знаете, оно шуршит, как бумага. Это, я думаю, это шелк. Это как-то диджитал принт. Это очень сложный принт. Оно все переливается. Внутри просто великолепнейшая подкладка. Я его вешаю за... За его лейпом. Потому что оно не висит на вешалке. Посмотрите. Посмотрите, как тут все. Сделано. Сейчас я вам его одену. Это, конечно, не на каждый день вещь. Это куда-то на выход. Это куда-то на особенные случаи. Но если эти случаи наступают, то эта вещь будет просто роскошной. Можно носить вот так. Ну, вот просто в отделе. Это, вы знаете, это такой дизайнерский мешок. Но мешок очень красивый. Тут нету, как таковых, никаких пуговиц, никаких крючочков, чтобы его можно было как-то закрыть. Я планирую его носить, наверное, с поясом. Ну, или просто так. Просто так. Вот оно такое. Такое вот большое. Я вообще очень-очень люблю вещи безразмерные. То есть мне нравится иногда одеваться вот прям в огромные мешки. И, например, с высоким-высоким каблуком. Ну, и в обтяжку тоже, конечно, хорошо. И еще один подарок тоже моей подруге. Это тоже Татьяна Парфенова. Вот Парфенова. Это сумка. Смотрите, она какая красивая. Это такой мешочек. Тут такие два металлических шарика. Но он шикарный. Знаете, если с ним там куда-то пойти, то он вас, конечно же, везде заметит. Вот он такой. Я его ношу. Ну, не так все вместе, конечно. Я его ношу с чем-то таким спокойным, неярким. Но ношу. Мне нравится он очень сильно. Так. Давайте покажу сумку, которой я сейчас хожу. Это вот корзина, как я уже показывала ранее. И это вот опять моя сумка. Гояр. Но мы поменялись с моей подружкой. У меня была цвета баклажанового. А у него был вот этот цвет. И она говорила, фу, мне он так не нравится, так не нравится. Я говорю, слушай, давай поменяемся. Мне кажется, этот цвет, ну, он просто какой-то волшебный. Он такой спокойный и необычный. Очень она мне нравится. Я ее каждый день ношу. Так. Дальше. Дальше у меня здесь еще два платья. Давайте я сначала покажу это платье, а потом померю. Это такое платье в стиле оригами. Здесь вот очень красивая работа. Оно такое заложено-заложено-заложено такими. Такое плессированное. Тут расклешать. А тут у него просто такие огромные карманы. Ну и оно просто какое-то вот, на мой взгляд, волшебное. Только вчера я его заимела. И оно еще с этикеткой. Сейчас я вам его померю. Одела. Вот такое платье. Я надеюсь, вам видно. Оно слегка выше колена. И вот оно такое вот прям все широкое. Такое классное. Ну, не знаю, мне кажется, на лето оно очень прикольное. Ну, и оно еще красное. Там было белого цвета, было черного цвета. Но я надела красного цвета. Как вам? Нравится? Мне нравится. Знаете, это как бы такое простое хлопковое платье. Но подача, как оно сделано, это красиво. Буду носить его с кедами, буду носить его с балетками, ну и с каблуками тоже. И, кстати, об обуви. У меня тоже новая обувь. Сейчас я вам ее покажу. Я в них. Это вот такие бархатные шлёпанцы. Шлёпанцы. Это называется Джеффри Кэмпбелл. Не знаю. Джеффри Кэмпбелл. Джеффри Кэмпбелл. Дизайнер обуви. И тут такие вышитые бабочки, божьи коровки, цветочки. Ну и цвет классный. Красиво. Что говорю? Напишу видео, потом все уберу. Опять сделаю все красиво. Дальше. Еще два платья. Так. Первое платье. Это вот такое. Это платье у меня было в том году. Я его износила просто до дырок. Просто до дырок. И в этом году я такое же себе купила. Вот оно такое платье. Платье-мешок. Сейчас я вам его померю. Значит так. Это хлопковое платье. Это нью-йоркский дизайнер. Дизайнер из Нью-Йорка. Молодая очень команда. И они делают просто восхитительные, на мой взгляд, вещи. Все из натуральных тканей. И все вот просто огромные. То есть они классно смотрятся и на больших тетях, и на очень-очень-очень худых тетях. Ну и на средних тетях тоже они классно будут смотреться. Это вот просто вот такое платье-мешок. Сзади тут такая резинка. Но она просто для декорации. То есть там, ну, она не играет никакой дизайнерской роли. Карманы. Такой рукав на резиночке. Я ношу его. Или вот так вот прям все закрыто. Или наоборот вот делаю вот так. И у меня получается такой раскрытый образ. Ну вот как-то так. Кому-то, наверное, покажется мой стиль странным. Ну, ну, отпусти. Если он есть, конечно. Дальше. Следующее платье. Оно у меня вот так лежит. Потому что мне обязательно вешать. Это плессированное платье. Оно вот так вот растягивается. Просто вообще в разные стороны. Длинное. И с бусинками на... На подволе. Просто вот платье, знаете, Маечный верх. И вот такой длинный... Длинный низ. Ну, я почему его купила? Потому что... Почему я его взяла? Потому что мне очень понравился цвет. Он какой-то вот прям волшебный этот цвет. Так, вот такой цвет. По-моему, просто потрясающе. Очень красивый. И платье. Вот оно такое вот. Такое платье. Трам-пам-пам. Тут такие... Прозрачная верхняя юбка. И на ней, как я уже показывала, такие вот жемчужи. Прикольно его носить. Ну, как я планирую его носить. Вот с этой сумкой прозрачной. Вот этой вот. Ну, такой вот. Будет у меня стиль. Ну, пару раз. Все. На этом все. С вами была Аленка Блок. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я вас не утомила. Я вот разберу сейчас эту кучку. И пойду варить борщ. Всем пока. Чао-чао. Пока.